Снайперы Иркутского ОМОНа отрабатывают свой главный боевой навык. Дистанция до цели 600 метров. За короткое время стрелок должен зарядить винтовку, поймать объект в монокуляр и с поправкой на ветер произвести максимально точный выстрел. Сотрудники отряда особого назначения привыкли работать в тяжелых боевых условиях, поэтому с оружием необходимо обращаться на «ты». Занятия у нас проходят постоянно. Работаем, совершенствуемся. Работа с оружием, автомат, продолжение руки, пистолет, то же самое. Это должно постоянно, систематически отрабатываться, совершенствоваться, изучаться новое. Постановка оружия, постановка стойки. Очень много времени на это затрачивается, если честно. А это элементы десантно-штурмовой подготовки. Бойцам необходимо за несколько секунд при помощи каната спуститься с борта вертолета Ми-8. Это может пригодиться при блокировании боевиками целого района. Но наиболее важный навык для бойца – умение работать в команде. Именно от слаженных действий группы зависят жизнь не только самих сотрудников, но и тех, кто остро нуждается в их помощи. Например, на этих кадрах запечатлена отработка действий сотрудников ОМОНа при освобождении заложников. Здесь видно, как передвигаются бойцы. Один держит штурмовой щит, другой прикрывает тыл. Вся эта подготовка организована для того, чтобы подготовить наш личный состав для спасения людей в какой-то сложной ситуации. Для захвата, задержания бандитов, преступников, освобождения заложников. Если понадобится родине, стране, наша помощь где-то участвовать в боевых действиях, значит, будем участвовать в боевых действиях. Для этого мы готовим наш личный состав. На кадрах, пожалуй, одно из самых опасных испытаний – блокирование бронетехники условного противника. Для отработки этого навыка даже созданы специальные декорации, имитирующие условия сельской местности. Иркутский ОМОН справился и с этой задачей. По итогам полевого выхода сотрудники получили высокие оценки, говорящие о том, что подразделение готово к выполнению боевых задач любой сложности. Андрей Иванов, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время. Продолжение следует...